Здравствуйте, и на днях вышел Assassin's Creed Mirage. Да, он только вышел, несмотря на то, что видосов было столько, как будто это уже ретро-игра. И как бы кто не ждал Mirage и не хейтил Ubisoft, лично я ждал эту игру. Потому что в это трудно поверить, но Ассасина не было 3 года. А если по-хорошему подумать, то вообще лет 10. И мне было интересно, что выдаст контора, находящаяся за шаг до панкротства, и которая от испуга в виде сиквелов Паука и Алана Вейка перенесла свою игру. На ранний срок. Мираж реально существует. Начну, пожалуй, с геймплея, а именно с того, с чем ассоциируется Assassin's Creed. Стелс. И он тут, ну вот, максимально типичный, не предлагающий абсолютно ничего нового. Всю игру было какое-то дежавю, ибо все механики, ну вот прям такие, как будто это уже проходило Assassin's Creed Mirage лет 5 назад. В самом начале игры вас встречают кусты, и как бы да, это явно отсылка на 3 эксклюзива Sony. По классике вы ходите на картонах и стараетесь убить как можно больше врагов перед схваткой. Но, кстати, большую часть сегментов можно спокойно пройти, вообще не попадаясь на глаза противникам. Отчасти из-за того, что враги ультра тупые, я даже не могу их назвать хоть сколько-то умными, я иногда просто бежал за спиной с прожатым спринтом и умудрялся их убивать так, что меня вообще никто не замечал. По классике некоторые, да какие некоторые, абсолютно все NPC заметят вас только тогда, когда вы объявитесь у них прямо перед лицом. Из инструментов для стелсов все совсем печально, ибо, во-первых, их мало даже на 20-часовую игру, а во-вторых, они открываются через навыки, а это значит, что первые часов 7 игры вы будете бегать голиком. Но получив все, вуаля, стелсом вы все равно не будете заниматься. Ибо некоторые способности проще юзать прям глядя в лоб врагам, например, дымовую гранату метр на метр, вы можете кинуть в разгар битвы и убить 3-4 охранников с одного удара. Инструментов мало, и по факту использовать вы будете ножи, дымовые бомбы и изредка усыпляющие дротики. Остальное либо гораздо менее эффективно, либо просто до него не доходит дело. Также вы можете кидать ножи, дабы делать бабахи, кидать ножи в всякий хлам, который падает с небес, в общем, ничего нового. Сами драки с врагами, вы от этого устали, но они максимально типичные. Боешь на R1, парируешь на L1, уворачиваешься на квадрат и все, тут даже рассказывать больше нечего. Кроме того, что из-за того, что враги долбятся довольно долго, гораздо больше удовольствия от геймплея я получал с мифическим мечом, который урезал ваше хп на 50%, но и настолько же увеличил наносимый урон. Разнообразие врагов очень большое, есть обычный челик, есть жирный челик, есть лучник. В принципе, все. Босс-файтов в игре буквально нет, есть какой-то намек в самом конце игры, а так зачастую всех главных врагов, ради которых вы исследуете, деретесь, проникаете в запретные зоны, затем снова деретесь, все эти враги зачастую убиваются одной кнопкой по стелсу или одной кнопкой в кат-сцене. Но до уровня кинца кат-сцены в мираже не то что не дотягивают, они даже не пытаются, если честно. Чисто по приколу тут иногда присутствует выбор в диалогах, а также чисто по приколу тут ведут себя все герои с прекрасными анимациями лица и с отвратительной английской озвучкой. Такое ощущение, игру озвучивали челы, которые кроме Hi-Hello ничего не знают. We are Ubisoft. И давайте плавно переходить к сюжету, и мне вот вообще стоит говорить, что он совершенно никакой. Нет, безусловно, пролог довольно интересный, но потом ваша задача, всю игру собирать зацепки для убийства главы ордена, убивая шишек помельче. Герои настолько интересны, что я запомнил только Басима и Рошан, потому что Рошен. И поскольку в плане сюжета это тот еще посос, давайте лучше расскажу про отдельные кринж задания, которые будут встречаться в каждой третьей миссии. Обыденная миссия в мираже это подслушивание разговоров, причем настолько заскриптованная, насколько это в принципе возможно. Вот пример. То есть стоя над этими двумя болванами, я по мнению Ubisoft не могу подслушать разговор, но отойдя еще дальше в сено, могу. В остальных случаях вы не можете просто подслушать разговор, вам обязательно нужно сесть на лавочку, ведь по-другому у Басима уши не слышат. Я хочу показать, насколько глубоко... И что самое страшное, эти активности далеко не единичны, и уже на второй раз они изрядно задолбали. Но все же есть миссии, где дается определенная территория для исследования, и вам нужно что-то украсть, либо кого-то спасти, перед этим разобравшись с толпой врагов. И каким бы стелс не был тут банальным, зачищать локации было интересно. Не всегда, но было. И некоторые сегменты вовсе нужно проходить в полном режиме инкогнито, ибо Ubisoft вам не дадут просто открыть дверь спустя минуту после подъема шума. Но часть миссий все так же держат марку духоты, ведь иногда Мираж делает отсылку на Last of Us. И предлагает уникальный геймплей с перетягиванием помоек или перетаскиванием коробок. И причем исследования в Мираже примерно less than zero, ибо игра настолько возвращается к истокам, что с помощью Орла вы подсвечиваете абсолютно все. Assassin's Creed Mirage возвращается к истокам. А пахнет, вкусно. Единственной проблемой может быть лучник, но его можно кокнуть и вновь подозвать птичку, которая все сверху увидит. И зачастую взгляд на Багдад с небес даже не требуется, ибо у Басима есть возможность с помощью одной кнопки DualSense подсветить абсолютно все. Сундуки, врагов, сюжетные предметы, и все это через стену. Не менее интересные миссии, где вам нужно проследить за кем-то, и вау, иногда НПС будет разворачиваться, дабы вас спалить, но вы стоите за углом, боже, великолепно. За всю игру надоела система розыска Басима, и для предотвращения бесконечного поиска вам нужно срывать плакаты, или заплатить кому-то, чтобы эти плакаты сняли за вас. И кстати, в Мираже как понятие не существует сюжетных побочных квестов. Единственное, что есть, это грин-задание со сбором осколков для открытия мифического снаряжения. Причем на карте оно помечено в один ряд с основными сюжетными заданиями, но нет, бегать по всей карте и собирать 10 осколков не обязательно для основного сюжета. Еще есть контракты, но там ничего интересного в целом. И все же я не могу рассказать, что мне понравилось больше всего в игре, это город. Какими бы говноделами не были Юбисофт, миры у них получаются, можно сказать, идеальными в плане атмосферы. Багдад, несмотря на АФК-НПС, благодаря массовке ощущается довольно живым, людей местами очень много. Это трудно объяснить, но город очень атмосферный, а самое главное, он адаптирован для паркура. Конечно, до уровня условного Дайнлайт 2 не дотягивает, но все же паркура и возможности для его уместного использования тут больше, чем в той же Вальгале. Но паркур даже стыдно сравнивать с Юнити, местами он просто нормальный, а местами я могу раз 10 нажать на кнопку прыжка, а Басси ему не захочет это делать, либо прыгать вообще туда, куда не надо. И кстати, несмотря на относительно небольшую карту, небольшую по меркам какой-нибудь Одиссеи, вышек тут хватает. В Мираже также важна кража, иногда она выглядит максимально забавно, но без нее по факту никуда, ибо украсть можно важные предметы для продвижения по сюжету. Не самое время сказать про графику, и судя по всяким видосам, все очень сильно ноют из-за того, что игра, видите ли, не соответствует времени, и у меня есть контраргумент. Я играл через не самую дорогую карту захвата, поэтому оценивать графику я не могу. Совсем иногда происходит какой-то пипец с тенями, а так игра выглядит в целом нормально. Я в последнее время освоил себя на мысли, что игры, которые выходили даже лет 5 назад, выглядят просто охренительно, вроде того же RDR 2 и God of War. И даже если бы игры выходили на этом же уровне, я был бы не против. И в Мираже, как по мне, техническая часть на хорошем уровне. Она не выглядит как-то ваушно, но и уродиной я ее точно не назову. И когда на Юбисофт гонят за то, что они игру оптимизировать не могут, теперь, когда игра на релизе, подчеркиваю, игра Юбисофт на релизе ни разу не фризила, не вылетала максимум, что было это тупые NPC, которые идут в стену или по тупому застреют. Да, это есть, но это было раза 3 на 20 часов. Для Юбисофт это даже комплимент. We are Ubisoft. А, ну еще был баг в интерфейсе, когда иконка навыка была со мной в любом разделе меню. И чем меня сумела удивить игра от Юбисофт, это почему так мало доната. Я ожидал как минимум 30 вкладок скинов и различных бустов, но в итоге я их пролистываю за пару секунд. Юбисофт, это че такое? И поскольку Мираж изначально был DLC для Вальгалы, очевидно, что это дни приключения на 250 часов. Но даже будучи небольшой игрой, Мираж умудряется проседать. Но это все еще лучше, чем 70 часов растянутого сюжета Вальгалы. И конечно по структуре у Миража все еще есть намеки на Ассасина, но как вам такое? Да, басим не такой как все. И знаете, максимально модно сейчас хейтить Юбисофт. Безусловно это по делу, но я прошел Мираж, правда не поверив, что современного Ассасина можно пройти не за 100 часов, а за 20. И очень модно называть Мираж возвращением к корням, но это скорее откат к заводским настройкам. Но даже так, в Мираже куда больше Ассасин Скрит, чем во всей мифологической трилогии. Как бы это смешно ни звучало, но несмотря на все эти недочеты, игра хоть сколько-то соответствует названию Ассасин Скрит. И цените хотя бы это, ибо дальше нас ждет Ghost of Tsushima 2 в смысле Ассасин Скрит в Японии, Ассасин Скрит еще где-то. Но что-то мне подсказывает, что от Ассасина там будет только название. К игре явно не стоит относиться как к ААА. В Юбисофт по-моему даже ее так таковой не позиционировали. Именно поэтому ценник 50 баксов, а не 70. И игру вообще можно пройти за 15 баксов по Юбисофт Плюс. Хоть появился малейший смысл от этой подписки. И октябрь настолько плодотворный на релизы месяц, что у Миража гораздо меньше шансов понравиться вам, чем у того же Паука или Алана Вейка. Пройдя Мираж, я понял, что игра просто нормальная, мне нет ничего особенного. Это не прям 0 из 10, но и до шедевра есть столько же, сколько и Старфилду до звания без шоу на игры. До побачени. Ассасин Скрит Мираж возвращается к истокам.